Губернатор Игорь Руденя посетил с рабочей поездкой Вышневолодский городской округ. Программа визита была очень насыщенной, включая в себя посещение промышленных и социальных объектов, а также встречи с простыми гражданами. Все подробности у Романа Быкова. Традиционно визит начался с возложения цветов к мемориальному комплексу «Воинское захоронение». Напомним, что в годы Великой Отечественной войны в Вышнем Волочке был организован 21 госпиталь. В городе захоронено свыше 1700 советских солдат и офицеров, скончавшихся от ран. После церемонии Игорь Руденя пообщался с ветеранами, которые обратились с вопросами о модернизации общественного транспорта, ремонта дорог, благоустройства территории. Эти, а также другие моменты и были в фокусе внимания главы региона в ходе рабочей поездки. В частности, местная ЦРБ, которая в последние годы активно развивается, в том числе благодаря президентскому нацпроекту здравоохранения. В 2023 году мы открыли ЦАО, это Центр амбулаторно-онкологической помощи. У нас отремонтировано терапевтическое отделение в рамках этого же контракта на 30 коек с палатой интенсивной терапии. В клинике глава региона осмотрел палаты детской реанимации, палеотивной помощи, терапевтическое, педиатрическое, рентгенологическое отделение, операционный блок. После этого состоялось рабочее совещание. На нём обсуждались связанные с созданием на территории Вашневолодской ЦРБ медицинского кластера, включая новый блок подстанции скорой помощи. Также предусмотрена реконструкция дорог от федеральных трасс до главного корпуса больницы, обустройство вертолётной площадки. Кроме того, губернаторам поставлены задачи по укреплению материально-технической базы скорой помощи. Одним из центральных пунктов поездки стало посещение фабрики «Парижская коммуна». Известно ещё с дореволюционных времён это предприятие успешно пережило кризис 90-х, нулевых, и сейчас активно развивается. Ежемесячно здесь выпускают до 50 тонн продукции и готовы увеличить это объёмы до 80 тонн. Причём львиную долю сейчас составляют продукцию, которая идёт для нашей армии в зону СВО. «Парижская коммуна» — предприятие полного цикла, на котором работает около 200 человек. Ассортимент самый разный. Флисовые полотна, клетка, сетки — всего более сотни номинований. Сейчас здесь разрабатывают планы по увеличению объёмов выпускаемой продукции. В первую очередь, благодаря поддержке правительства Тверской области и, в частности, учреждённого им Фонда развития промышленности. Например, ФРП помог приобрести этот сушильно-швейный аппарат. Они нам дали 25 миллионов рублей, за которыми мы потом благополучно рассчитались, получили. Этот сушильно-швейный аппарат новейший. Он на автоматике полностью работает. Здесь только один оператор. Существенно выросла производительность выпуска полотна готового на этом аппарате. И уменьшились затраты. Главе региона продемонстрировали новое оборудование, а также весь цикл производства. После осмотра цехов губернатор встретился с женским трудовым коллективом предприятия. Хотим вас поздравить с наступающим женским днём. Это первое. Второе. Хотел вам сказать слова благодарности за то, что вы делаете. Знаем, что сегодня вы помогаете нашим бойцам на специальной военной операции. Выпускаете много продукции и для наших специальных органов, правоохранительных органов. Сотрудницы комбината задали интересующие их вопросы. В частности, они спросили о масте через реку Шлина. Там из-за недобросовестного подрядчика был приостановлен капитальный ремонт. Игорь Рудене ответил, что уже найдена новая строительная фирма. И к концу текущего года работы будут выполнены. Ещё один вопрос был связан с обустройством детской площадки рядом с комбинатом. Губернатор поручил выделить средства на реализацию проекта по программе поддержки местных инициатив. В завершении встречи гости фабрики вручили дамам цветы и памятные подарки. Важным пунктом рабочей поездки стал личный приём граждан. Вопросы жителей касались улучшения спортивной инфраструктуры в муниципалитете и ремонта школы номер 6. Мама двух учеников Анастасия Кунда обратилась к губернатору за содействием в проведении капремонта фасада и кровли, который уже давно протекает. Поэтому мы внутри в основном не можем сделать тот же самый ремонт потолков и стен, потому что опять это нецелесообразно, и опять строительный материал мы просто выкинем. А так как будет крыша, у нас будет, естественно, и уже дальнейший ремонт. К новому учебному году нам обещали, что начнётся уже наш ремонт и кровли, и фасада. С вопросом о необходимости замены покрытия теннисного корта на территории спорткомплекса «Спартак» к главе региона обратился Владимир Авдеев. Как рассказал заявитель, эта площадка пользуется популярностью у местных жителей. Только за минувший год её посетило порядка 13 тысяч человек. Корту более 20 лет, поэтому покрытие немного подозносилось. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы нам, любителям тенниса, у нас также детишки занимаются, и хотели, чтобы Игорь Михайлович помог нам освежить покрытие корта. Какой ответ услышали? Ну, слава богу, позитивно и очень хорошо. И обещали уже к июлю месяц всё сделать. В завершении визита Игорь Руденя осмотрел новую блочно-модульную газовую котельную на улице Баумана. Её возвели в минувшем году по проекту модернизации системы теплоснабжения при поддержке фонда развития территорий. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию. Всего за последнее время в Вышневолочке в рамках комплексной работы по обновлению объектов теплоэнергетики завершено строительство пяти котельных. К ним уже подключён жилой фонд и соцучреждения. В нынешнем году планируется ввести в строй ещё ряд таких объектов, что позволит значительно повысить надёжность и качество оказания коммунальных услуг в городе.